Одна из основных задач – создать конкурентноспособные курорты на базе уже существующих. За Уралий есть уникальное по своей природе озеро Медвежье. Принять грязевые ванны и воспользоваться лечебными свойствами водоемов в наш край приезжают из различных регионов страны. На заседании Совета по инвестиционному климату в Курганской области отметили, курорт давно нуждается в обновлении услуг и модернизации оборудования. Губернатор Зауралия поручил в рабочем порядке подготовить и разбить имущественный комплекс предприятия. Далее необходимо решить, следует осуществлять финансирование проекта за счет бюджетных средств или же предложить приватизацию инвесторам. Алексей Кокорин отметил, последний вариант наиболее эффективен. Два земельных участка у озера Медвежье должны быть отдельными инвестиционными площадками. Водоем необходимо защищать от браконьеров, а рациональное использование ресурсов будет давать доходы в бюджет Курганской области. Аналогичный алгоритм действий рекомендован и другим курортам Зауралия. Также Алексей Кокорин отметил, что в разработке плана действий по инвестиционной привлекательности должны принимать участие не только чиновники, а в первую очередь заинтересованные бизнесмены. Председатель Курганского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов считает, что наш регион выгодно отличается по многим показателям. Особенно он выделил географическое положение. Зауралия находится на границе с Казахстаном. Это дает повод развивать инвестиционную политику региона в международном направлении. Наш регион, он очень должен активно себя позиционировать во всей России, не только здесь глубоко. Я думаю даже, он должен себя очень активно позиционировать и на международных, на всех выставках. Предлагая какие-то решения высокотехнологичные и неожиданные, неординарные, такие решения, у которых нет ни у кого. Вот тогда мы будем, наверное, впереди всех. Также в Кургане будет создан авиационный учебный центр, аналогов которого нет в России. Уже получены соответствующие разрешения Росавиации и Совета безопасности РФ. Инвестором выступит немецкий банк. Предполагаемая стоимость проекта – около 300 миллионов долларов. Что касается работы совета, губернатор дал указание не затягивать сроки, а сформулировав конкретные предложения и обсудив их, приступать к действиям. За неделю подготовить все предложения по конкретным предложениям, по рабочим группам, по составу совета. До 23 марта собрать все предложения, при необходимости сделать ротацию. Елена Швецова, Глеб Печорский, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру